МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажем так, да, свое хобби показывают, там, увлечение. У вас этого ничего нет. Вы фанат минимализма или все-таки ни увлечения, ни хобби никакого нет? Ну, на самом деле, такой рабочий кабинет не совсем место для того, чтобы демонстрировать хобби либо еще что-то такого рода. Это рабочая среда, и здесь все, на самом деле, заточено под то, чтобы работать. Комфортная городская среда, наверное, с нее и начнем. Парк за Русью, его выбрали горожане для благоустройства. Идет процесс? Да, у нас сейчас идет, по сути, выбор организаций, которые будут выполнять работы. Надеюсь, что все там будет хорошо. И 2 июля мы с вами узнаем, кто будет исполнителем по данному проекту. Все, что связано с проектными работами, завершено. Экспертизы все получены. Соответственно, сегодня дело за малым, как говорится, выбрать компанию, которая будет производить работы. Ну и, соответственно, получить качественную территорию. И, соответственно, надеюсь, что 15 сентября мы должны будем перерезать ленточку. Вы знаете, сегодня я хочу вам задать несколько вопросов, что называется, от людей, от жителей Архангельска. Один из них касается, конечно, уборки города. Сейчас лето. Жары, слава богу, наверное, еще не было в этом контексте, но она будет. Зато ветра уже дали о себе знать. В частности, очень много песка. Люди жалуются на это на дорогах, на тротуарах. Они плохо выбираются. И вся пыль, вся грязь летит, соответственно, в лицо. Чуть ли не на зубах она оседает в офисах, когда окна открыты и так далее. Почему мы вообще не моем шампунем наши улицы, наши мостовые? У нас не хватает на это денег или руки не доходят, пока дает? На самом деле, технический регламент сегодня не подразумевает под собой обязательную историю по шампуню. Применение шампуня как такового на городских улицах. А вот вода, смачивание и мойка обычной водой, это предусмотрено городским контрактом. Но, к сожалению, конечно, не для всех дорог города. Мы сами знаем, что у нас часть дорог, на самом деле, там еще до мойки далеко-далеко. Надо отметить, что вообще в этом году песка на дорогах стало меньше. Нас много критиковали за ту новую технологию, которая была применена по зиме, с большим и более активным использованием соли вместо песка и солевого раствора. Но это дало очень неплохие результаты с точки зрения наличия песка на дорогах первой и второй категории. И значительно в меньшем объеме мы видели эти пылевые бури, которые каждую весну мучили, особенно как только там чуть-чуть подсохнет. Поэтому думаю, что сочетание новых видов зимнего содержания и обслуживания города и вот последнее приобретение Плесельского дорожного управления тех самых пылесосов, которые горожане сегодня видят в городе в качестве прицепов, я думаю, что доведется. И старое, то, что уже там, извините, приросло к дороге, зачастую на обочинах, это все будет подчищено, и город уже будет в меньшей мере сталкиваться с этой грязью. А когда мы вообще от этого отойдем? Еще один вариант есть, который, так сказать, все понимают, но еще пока руки до него не доходят. У нас, к сожалению, нет газонов нормальных, оформленных, но зачастую нет бордюрного камня в городе. И поэтому вынос земли на проезжую часть, он в любом случае происходит. То есть это отдельное. Ну и вопрос, конечно, парковок. Когда люди паркуются на зеленой зоне, знаю, что это вызовет, возможно, массу вопросов, где парковаться и так далее. Но, с другой стороны, знаете, в центре крупных мегаполисов везде одна и та же проблема. Все хотят туда приехать на машине и поставить машину рядом с офисом. И вопрос, стройте, стройте, стройте парковки. Нет, к сожалению, такого резинового пространства. Если строить многоуровневые парковки, готовы ли горожане сегодня платить за эту историю? То есть это не будет бесплатно в любом случае. Бизнес будет вкладываться и будет, соответственно, продавать права аренды на эту территорию. А у кого есть машина, я думаю, что они будут непротив. Да, безусловно, у кого есть машина, поэтому... Другой вопрос, где строите эти многоуровневые парковки? Может, я живу на Варавине, а она появится где-нибудь в районе третьего лесозавода? Неудобно же. Вопрос перехватывающих парковок возможен. Но мы сейчас плавно перейдем к вопросу пассажирского транспорта, который сегодня функционирует в городе. Это все на самом деле взаимосвязано. Я думаю, что многие бы, возможно, и отказались от поездок на личном транспорте в тот же центр. Будь нормальный и комфортабельный автобус, идущий по графику. И, соответственно, человек четко понимает, что в нормальных человеческих условиях дойдет до работы. Поэтому тоже перевязанная история, и поэтому мы и движемся по пути замены существующего пассажирского парка автобусов на более комфортабельный. 26 рублей, на ваш взгляд, немного? Вы знаете, очень долго на самом деле ситуация была замороженной. Было с 18 до 21 рубля под определенные обязательства, которые, кстати, к сожалению, не были на самом деле обязательствами, а скорее намерениями, которые декларировались. Сегодня, как и, собственно говоря, было озвучено, вначале новые автобусы, потом повышение. Наши партнеры-перевозчики пошли по этому пути. И мы сегодня видим, что автобусы в город идут, зная, что ожидается подход и в июле, и зная, что и к осени ожидается подход автобусов. Поэтому вижу, что закупают и частные перевозчики, которые сегодня работают на маршрутах, и автобусы. Процесс пошел. И, соответственно, чтобы он опять где-то не остановился, как когда-то было, я думаю, что имеет смысл поддержать то начинание, которое у перевозчиков сегодня уже реализовано в виде новых автобусов. Игорь Викторович, еще один вопрос, чисто бытовой, но, что называется, от людей и из народа. Почему горячую воду-то всегда отключают в начале лета, когда последние звонки, когда начало экзаменов, когда дети выпускаются из детских садов? И очень зачастую это происходит в выходные дни. Нельзя немножко график сместить на конец июня, начало июля и так далее? Вы помните, в прошлом году, когда очень затяжное было время сезонья, перехода от зимы в лето, система теплоснабжения работала достаточно долго. Потом очень тяжело было теплоснабжающим организациям выполнить весь тот объем ремонтов, которые были запланированы и необходимы к исполнению. Поэтому, как только завершается теплоснабжение в городе, компания начинает готовиться к проведению гидравлических испытаний. Это примерно неделя. В этом году, кстати, они совместили два вида испытаний. А дальше мы уже переходим сразу в режим устранения аварий, появившийся в результате гидравлики, и плановые работы по всей территории города, график которых был опубликован. Устранение аварий – это еще, как минимум, две недели для некоторых домов. По крайней мере, в этом году так было. Итого месяц люди без горячей воды. Ну, к сожалению, тут же, например, поселок Талаги, где очень длинная идет ветка теплоснабжения. Там порядка трех аварий только на магистрали. Магистраль пятисотка. Соответственно, это требует и времени, и условия прокладки в свое время. Это и магистрали были, видели, где она там проходит. Да, где-то и заболочена, и так далее, территория. Поэтому требуется временное устранение. Но в любом случае, северный город есть северный город. То есть нам важно, понимая все неудобства, и сам их терплю точно так же, проживая в многоквартирном доме, нам важно подготовить город к зиме. Один из главных проектов этого лета – это реконструкция участка, одного из участков Ленинградского проспекта. Как сейчас продвигаются работы, и что подрядчик обещает в этом году уже сделать? Ну, коллеги работают в графике, и это радует. Я думаю, что мы к октябрю месяцу получим уже завершенный весь процесс, связанный со строительством. Скорее всего, у нас останется на 2019 год процесс благоустройства. Ну, просто уже, наверное, нереально будет что-либо там садить в это время. И весна 2019 года – это объем посадок. Газонная часть, высадка деревьев. Ну, может, хоть и деревья и получится посадить. Тут еще посмотрим, да, потому что их все-таки можно будет садить где-то чуть попозже. Трава точно не пройдет. По этому же принципу делался проект Сибиряковцев. И сейчас коллеги будут заниматься посадками в том районе. Мы им уже соответствующие напоминания направили. Часто подбодриваете подрядчик? Ну, не то, чтобы подбодрить, да. Мы же работаем как партнеры, мы просто напоминаем точно так же, как и вопросы, связанные с гарантийным содержанием и обслуживанием. Ну, зачастую там нет необходимости выпускать какие-то жесткие документы. Надо просто коллегам напомнить о том, что есть ваши гарантийные обязательства, есть соответствующие проблемы, которые возникли. Ну, вот, и там дела до суда не доходят, люди спокойно выходят и устраняют. Кстати, многие компании сегодня делают это самостоятельно. Этим летом много дорог приведем в порядок в городе? Ведь и дополнительные какие-то деньги появляются, которые направляются на ремонт в том числе? И если учесть, что нам с вами более 90% дорог надо приводить в нормативное состояние, то десяток кули, из которых мы сделаем в этом году, это капля в море. Незаметно, на самом деле. Ну, мы сконцентрировали больше объема работ в центре, потому что готовимся уже к форуму 2019 года. Здесь это будет более заметно, на окраинах будет менее заметно. Там где-то подровняем, где-то сделаем, потому что уже есть такие улицы, как Маслова или Почтовый тракт, где местами просто невозможно практически ехать. Где таксисты уже не ездят даже. Да, то есть вот такие моменты. Несмотря на то, что много проблем с дорогами, в этом году все равно порядка 14 миллионов выделили на ремонт внутри квартальных проездов. Потому что там зачастую тоже машине уже ехать просто невозможно. В таком состоянии это все находится. Объемы будут сделаны приличные, но для того, чтобы реальная ситуация в городе начала меняться, нам надо только в ремонты вкладывать, ну, минимум хотя бы, это полмиллиарда рублей в год. Не в содержание, а именно в ремонты. Но это ведь нереально. Ну, к этому надо стремиться. То, что мы сейчас не имеем средств в таком объеме, не значит, что мы не должны их искать. А есть где искать? Ну, мы сегодня с вами уже, по сути, находимся в стадии исполнения 204-го указа президента. Он, по сути, весь посвящен комфортной городской среде. Там больше акцент сделан на региональные дороги, но я думаю, что делая региональные дороги, невозможно забыть о муниципальных. То есть, хочешь, не хочешь, а находить деньги придется? Конечно. Конечно. И это, кстати, осознают все. Не только городская власть, осознают региональные власти. И федеральная власть указ президента не минует и будет его исполнять. Поэтому мы думаем, что нас не бросят один на один с историей 90% дорог несоответствующих стандартам. Вы уже затронули подготовку к форуму, к очередному, который пройдет в 2019 году. Дороги, понятно, сделаем, да, по крайней мере, в центре, где будут наши гости. Еще одна сторона этого вопроса, это, конечно же, те деревянные строения, за которых, наверное, перед гостями нам будет стыдно. Решается как-то, будем сносить, будем людей переселять, в том числе из ветхого жилья. И тоже ведь многомиллионные затраты. Ну, на самом деле, здесь пока рано говорить о затратах. Они, безусловно, будут. Пока хочу поблагодарить партнеров, которые пошли на то, чтобы демонтировать эти дома без всяких денег. То есть, есть компании в городе, которые заинтересованы и в стройматериалах, и в тех дровах, которые по результатам получаются разборки. Часть домов пойдет именно по вот такому пути. То есть, компании сами будут разбирать, и, соответственно, в их распоряжение поступает весь материал, который высвобождается после разборки. Есть дома, которые сегодня бизнесу неинтересны. Те, которые там в значительной мере повреждены либо огнем, либо гниением. Там, скорее всего, понадобится уже участие бюджетных средств. Ну, в среднем, это примерно 400 тысяч на один дом. Это уже деньги? Это деньги. Если бы делалось все за счет бюджета, там это уже измеряется в десятках миллионов. Потому что у нас где-то порядка 260 домов, которые, в общем, уже подлежат демонтажу. На этот год, я надеюсь, что порядка 50 объектов мы ликвидируем. Это благополучие, такое видимое, наверное, всех архангелогородцев, состоит во многом из каких-то таких точечных вещей. Вот, в частности, можно, как пример, привести причал на Хабарке. Идет реконструкция его. Что это вообще даст людям, и в каком сейчас процессе находится весь этот вопрос? По сути, на Хабарке пришлось строить уже новый причал. То есть, это уже не реконструкция, это в чистом виде строительства нового причала. Потому что то, что там было, развалины деревянного сооружения, куда невозможно было уже не швартоваться. Просто опасно для жизни было высаживать там людей. Поэтому построен новый причал. Да, для города это, в общем, обошлось весьма недешево. Более 100 миллионов рублей вложено в этот проект. И я думаю, что мы к концу этого месяца получим уже законченный проект. С коллегами встречались на месте, согласились с ними, с их предложением, что пусть немножко отойдет земля, они выровняют плиты, проведут озеленение соответствующее. Для этого понадобится еще июнь месяц. К концу июня будем иметь там новый, современный, красивый причал. И, в общем, мне кажется, это такая очень знаковая территория для Хабарки. То есть, появилась часть набережной, уже такая достаточно стильная. Еще одна такая точка, это локальная, если так можно сказать, это детский сад на Турдеево. Когда сдадим и решит ли это вообще проблема? Вы помните, как в 2015 году все это начиналось? Когда аварийный детский сад, когда мамочки там встречали администрацию, так весьма нелестно отзываясь о том, что происходит и в каких условиях там ребятам приходится проводить свое время. Достаточно были жесткие решения по поводу остановки вообще работы этого детского сада и по размещению ребятишек и в детских садах и Архангельска, и Новодвинска, и Приморского района. Там еще порядка 8 ребятишек, они сидят дома, за ним есть кому присмотреть. Поэтому 54 ребенка на тот период времени. Сад сверхактуален был для этой территории. Достаточно она удалена от города, и так просто перекинуть ребят не получалось. На сегодняшний день 97% объемов выполнены, то есть компания занимается уже по сути вопросами благоустройства. И надеюсь, что 1 сентября у нас детский сад, может быть даже чуть пораньше, распахнет свои двери для самых главных своих потребителей, для ребятишек. Тем более, по-моему, в Турдеевске сегодня порядка 18 ребятишек готовы идти в детский сад уже. Но будут счастливы не только 18 ребятишек, но и их родители, конечно же. Мамы, бабушки, дедушки, папы, весь набор. Дети вырастут, пойдут в сад, потом вырастут, пойдут в школу. Архангельская, если говоря о школах, включился в федеральный проект, будут возведены 3 учебных заведения в городе. Насколько мы близко подошли к реализации этих проектов? И где появится школа? Ну, скажем, мы подготовили 3 территории под размещение школ. Одна 860 мест, это Баравина фактория. Идет привязка и сроки завершения в сентябре этого года. То есть мы получим проектную документацию, проработанную, привязанную к территории. И, по сути, готовую для размещения на конкурс под производство строительно-монтажных работ. Вторая территория и значительно более серьезная по мощности школа. Шестой микрорайон, школа на 1600 мест. Проект тоже повторного применения. Привязка идет сейчас и завершается, по-моему, в середине июля. То есть там уже будет полностью готовый привязанный проект. Пройдет соответствующие экспертизы. Можно строить. Третий проект, он в центре. Сейчас пока идут расчеты, потому что земельный участок. Это, значит, горожане знают, территория между областным судом и налоговой. На проспекте Ломоносова достаточно большой земельный участок. Там более 5000 квадратных метров. Вот мы бы хотели там разместить школу. Пока по численности получается объект примерно на 500 человек. На самом деле у нас еще есть проект по реанимации 41-й школы. Она в Соломбале стоит, стоит уже несколько лет. Требуется капитальный ремонт. И мы там с партнерами из Красной Кузницы, со Звездочкой, ведем тоже диалог о неком совместном проекте, чтобы вернуть ее тоже в строй. А возможно, ведь говорили, что там вообще практически все нужно менять, начиная со стены и заканчивая фундаментом и так далее. Я не нашел это, к сожалению. Вот говорили, да, а нет ни одного экспертного заключения, который бы сказал, что это возможно, невозможно. Пока у нас есть объект. Его необходимо ремонтировать для того, чтобы туда... Да, может быть, это уже будет не объект проектной мощности, как было в свое время, да, в советские времена, как он планировался. Там будет меньшая численность ребят. Но для Соломбалы, с учетом того, что там не так много территорий по строительству, даже той же школы, возвращение 41-й в строй было бы очень таким знаковым событием. Еще одна тема для разговора – это наши дворы. Ваш недавний визит в округ Варайна-фактория показал наглядные два примера, где прошло их хорошее такое благоустройство, прошло и жители рады, и власти довольны, и все хорошо как-то сложилось. В этом сезоне планы большие – реконструировать дворы, отремонтировать что-то. Прошлый год был на самом деле очень таким интересным. Он скомбинировал муниципальные программы и федерально-региональную программу комфортной городской среды. Мы одновременно делали за счет средств дорожного фонда и городского бюджета внутри квартальные дворовые проезды и 21 двор, который был, по сути, благоустроен по программе комфортной городской среды. То есть такой симбиоз. В результате мы получили значительно большее количество территорий, подвергшихся либо полному, либо частичному благоустройству, чем изначально планировали даже. В этом году стараемся тоже так, чтобы работали оба направления. 14 миллионов – внутридворовые проезды. Это отдельная городская программа комфортной городской, имеющая, скажем, косвенное отношение, но работающая в ту же задачу. И 15 дворов, которые прошли конкурсный отбор, будут благоустраиваться. Но мы еще 5 дворов оставили в резерве. То есть те, которые чуть меньше набрали баллов при отборе, но по результатам экономии, по торгам, они тоже могут быть включены и работа будет производиться. Ну и, соответственно, 25-я гвардейская дивизия, парковая зона. Игорь Викторович, я знаю, что вы радеете и просто горите воплощением этой идеи, уже начинаете ее воплощать, убирать в городе лишние гаражи, несанкционированно построены, заборы, которые уродуют просто город. Там застройщик, подрядчик, не знаю, взял участок земли, да, огородил забором и типа что-то там делает. На самом деле ничего не происходит. Это просто уродует город. К сожалению, да, были времена, когда люди стремились к тому, чтобы купить этот гараж северодвинский, поставить его во дворе, так, чтобы как-то свою машинку защитить. В результате вот многие из гаражей, когда мы их скрываем, да, превращены в хламовники. Я их вообще называю кресятниками. Вот, там чего только нет. Вся история жизни. Кроме машины. Машины там нет. Мебель там есть, доски там есть, кухонные утвари там есть, какие-то шмотки, извините меня, от которых дурно пахнет, там тоже есть. Машины там нет. Машина стоит у подъезда. Подъезда там... На газоне причем. Да, зачастую там, чем топать до гаража. Поэтому то, что мы сейчас убираем, во-первых, освобождаются очень большие территории, где реально можно сделать общественную зону, зону для всех. Вот. И зачем человеку держать хлам под боком? Кстати, многие, я смотрю, даже не особо возражают против этого сноса. Постараемся дойти до каждого, потому что приезжаешь во двор, и вместо того, чтобы увидеть там качели, нормальные парковки, зону отдыха для ветеранов, мы видим абсолютно разнокалиберные строения, некоторых и гаражом-то не назовешь. Да, некое сооружение, обитое жестью, кое-как окрашенное, ржавое со всех сторон, и поросшее еще и кустами и травой. То есть не используется напрочь, но занимает 30 квадратных метров территории во дворе. Игорь Викторович, наше интервью выходит в преддверии дня города, дня рождения Архангельска. Каким вы видите Архангельск в будущем? И за годы, что вы возглавляете администрацию областной столицы, вы уже почувствовали себя Архангелогородцем? Ну, вы знаете, занимаясь 24 часа в сутки городом, невозможно оставаться вне его. Я уже Архангелогородец. Первые полгода было достаточно тяжело привыкать, потому что по-разному ко многим вещам мы относились. Сейчас уже проживаю в городе достаточно давно, побывал в таких его местах, где далеко не каждый Архангелогородец побывал и посмотрел. Таким судовым языком, если от Келя до Клотика, как говорится. От численных сооружений до аэропортов. Вступили везде. Да, удалось посмотреть практически все такие достаточно даже глухие закоулки. Побывать, посмотреть. Знаете, вопрос, каким видишь Архангельск? Он сегодня развивается. Да, развивается как мегаполис. Мы концентрируемся в центре. Растет этажность. И причем это сегодня надиктовано не столько властью, сколько бизнесом. То есть, основа, на самом деле, для развития, она закладывается на уровне бумаг разрешительных. Это строительная деятельность. А дальше уже бизнес в этих рамках действует. Я просто вижу, как это происходит. Посмотрев, действительно, концентрация ближе к центру, окраины и территории, это, скорее всего, частная застройка. И она будет идти. Мы сегодня, по крайней мере, пытаемся те участки, которые будут освобождаться от сноса домов, возвращать в оборот, но только уже под индивидуальное жилищное строительство. Будь то многодетное или с аукциона это будет продаваться, это будет достаточно тоже интересная история. То есть, принцип современного города. Центр – это работа, это бизнес, а окраина – это территория для проживания. Такой малоэтажный вариант Архангельска. И сегодня это так и происходит, если посмотреть, что такое наши пригороды. Будь то дачные или коттеджные истории. Я думаю, что именно таким будет Архангельск будущего. Игорь Викторович, ну и что бы Вы сегодня пожелали всем Архангелогородцам в преддверии нашего общего праздника? Безусловно, хотелось бы пожелать, чтобы все у людей складывалось, сбывались мечты. И всем хотелось бы пожелать более активного участия в городских проектах. Не важно даже в какой сфере. В сфере благоустройства, искусства. Высказывайте свое мнение, говорите, что думаете. И на самом деле вопрос, каким Вы видите Архангельск, он актуален для каждого горожанина сегодня. И, наверное, да, пришло время каждому бы высказаться на эту тему, каким видит Архангельск. Еще и в преддверии того, что мы находимся перед выбором, 9 сентября мы будем выбирать городских депутатов. А это люди, которые будут непосредственно участвовать в формировании этого будущего. Они будут утверждать и принимать бюджет. И бюджет, как документ, диктующий развитие города, по сути, на три года, он определяет все. Поэтому хочу призвать еще, используя эту площадку, горожан более активно участвовать в муниципальных выборах. Потому что именно на уровне муниципалитета на самом деле решаются все проблемы горожан. Даже не на уровне региона или федерации. На уровне муниципалитета. Игорь Викторович, я благодарю Вас за интервью. И знаете, что подметил? Когда Вы говорите о будущем Архангельска, когда Вы говорите о его развитии, мне кажется, у Вас есть главное, у Вас глаз горит при этом. Поэтому я желаю Вам удачи, притворения в жизнь всех проектов. Ну и еще раз спасибо. Спасибо Вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!